Вопросы, которые наболевшие, ну, может быть, так, тогда это хорошо. Вопрос следующий. Можно ли подобное рассказать о планете Нибиру, Немезида, что это такое за планета, откуда она взялась, и что произошло в 2003 году? Ну, во-первых, называется планета Немезида или планета Икс и так далее. На самом деле это не планета, а мёртвая звезда. То есть когда-то наше Солнце было двойной звездой, может, две звезды были рядом, это понятие в астрофизике довольно-таки известно, хорошо. И вот второе Солнце наше взорвалось, сверхновая звезда была, погибла, то есть остался агарок от Солнца, массы, которые были выброшены, из них возникла планетарная система нашего Солнца. А вот то, что осталось от этой взрывной звезды, вот и осталась одинаково мёртвая звезда или нейтронная звезда, диаметра которой 3600 километров и масса которой больше солнечной, между прочим. Так что, во-первых, она никакая не планета, естественно, а это мёртвая звезда, нейтронная звезда, которая вращается в момент взрыва, её, конечно, орбита изменилась, деформация пространства прошлого года, и очень вытянутая олимпийская орбита, и её период общения был 3600 лет. То есть через каждые 3600 лет она пресекала, как говорится, плоскость солнечных, солнечных, солнце имеет планеты, которые вращают по орбитам своим, и она входила именно в пределы Солнечной системы, скажем. Всегда происходило это в разных точках, вызывало разные катаклизмы и так далее, и так далее. В 2003 году она приближалась довольно-таки близко к Земле и к Солнцу, и в этом случае планета Земля должна была погибнуть в 2003 году по нескольким параметрам, потому что есть публикации, которые потом резко убрались с интернета, но я их распечатал уже после того, как их убрали, после того, как... Где изучающие Солнце, к примеру, сообщали, что активность Солнца резко возрастает, цикл активности есть 7-летней и 11-летней солнечной активности, а это в середине этого цикла вдруг активность Солнца резко возросла, и те, кто занимались именно изучением Солнца, ученые, уже кричали о том, что ожидается или сверхновое, или мини-новое нашего Солнца. Что такое сверхновое, что такое мини-новое? Я дам комментарий. Мини-новое — это когда на очень короткое время светимость звезды, на данном случае нашего Солнца, возросла бы в десятки миллионов раз. Не просто вспышка на Солнце, а в миллион раз. Это привело к тому, что на дневной поверхности, на освещенной дневной части планеты мгновенно бы испарились все океаны, моря, океаны и так далее, если бы все было на освещенном выжжено. Но те, кто был на ночной территории, тоже бы не очень радостно, потому что там же тоже температура резко возросла на несколько тысячек градусов, может быть, не знаю, не считал, сколько должно быть, но жизнь бы погибла полностью бы. Сверхновое — это просто взрыв Солнца, звезды, со всеми текающими последствиями, тоже Земля бы погибла бы. А после того, если бы даже мини-новое было, то в 2003 году прохождение этой планеты Х, или планеты смерти, Немезиды и так далее, должно было пройти очень близко к Земле, и после того, как все бы сварилось, если бы не было полночного жения, атмосфера Земли бы была просто стянута, гравитация утрянула бы от этого сердца. То есть, правда, там живых все равно никого не было бы. В любом случае, никто бы не вздохнулся, потому что некому было задыхаться уже все равно, так и иначе. Вот то, что должно было произойти в 2003 году. И это неправда, потому что орбита планеты Х, Немезиды, была изменена на 90 градусов, она была выведена за пределы Солнечной системы, уже никогда не будет приходить и делать свои пакости. Видите, получается, та же звезда, которая породила всю жизнь, она чуть ли не уничтожила все, что она породила. Хотя на Марсе она уже уничтожила раньше, таким способом стянув атмосферу. Марс потерял свою атмосферу таким же образом. Так что вот что должно быть, вот что не произошло. И это не предсказание, какие-то факты, которые зафиксированы. И Хаббл, и телескоп, и другие все, что эта самая планета Х в определенной точке остановилась в своем движении, некогда поколебалась на месте, и потом...